Девушки отдыхают 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 что я буду его удерживать. Ну, ушел мужчина. Ну, что делать? Оставил нам квартиру. Скажите, это сын-отвечицы? Ваш первый муж? Нет, это мой первый муж. Сын-отвечицы, мой второй муж, с которым я сейчас как раз проживаю. Мой законный муж. И вот, ну, что делать? Он ушел, оставил нам квартиру. Но все обязанности по отношению к сыну он всегда выполнял. И алименты платит всегда. С сыном встречается. Никаких у меня претензий к нему нет. А со вторым мужем, вот мы уже проживаем почти 6 лет тоже. И так случилось, что первый муж, ну, он заболел. Вот у него была серьезная операция. И после этого он работает нормально, нормальную работу, чтобы полностью себя... А где вы проживаете с вашим теперешним мужем? Вот я сейчас расскажу. Мы проживаем в трехкомнатной квартире моего первого мужа, который нам оставил эту квартиру. А где проживает ответчик? Она проживает в своей квартире. То есть с вами не проживает? Нет, да что вы, не дай бог. Ваш первый муж заболел? Наш первый... Мой первый муж заболел. И, к сожалению, вот так случилось, он не смог работать. Нормальная работа, чтобы зарабатывать деньги. Он подрабатывает немножко. Но у него такое положение, он болеет сейчас. Он не восстановился после операции. И куда ему деваться? А что ваш муж сказал по этому поводу? Муж сказал. Он первый сказал. Он говорит, что бонжевать теперь будет? Ну, куда ему деваться? Он говорит, что на улице? То есть муж согласился? В квартире, конечно. Он сам предложил даже. Он говорит, пусть он приходит. Пусть он живет. Просто он добрый человек. Он добрый человек, он понимает. Какое это имеет отношение к вашему увольнению? Мне тоже кажется, что никакое. Она посчитала, что это аморалка, что я живу с двумя мужиками. Она считает. Что у меня два мужа. Почему я считаю? Это не только я считаю. Так, ответчик. Да? Слушаю вас как представителя учебного заведения. Я действую по доверенности. Да. Доверенность передайте через судебного пристава. И, пожалуйста, поясните. Что хочу сказать, Ваша честь. Мы с иском не согласны. Потому что истец Анна Ивановна совершила и совершает аморальный проступок, который несовместим со званием российского учителя. Ну, тем более, место уже занято. На ее месте работает более опытный педагог. Педагог, скажите, пожалуйста, что указано в приказе об увольнении? Что указано в приказе об увольнении? Ну, в приказе об увольнении сказано, что за аморальное поведение, которое не соответствует званию учителю, вначале я ей выговор написала, а потом, значит, все-таки после изменений никаких не произошло, мне пришлось ее уволить. Но история такова, что я ведь это взяла не сама из ничего. Кроме того, что дети уже знают о том, что она живет с двумя мужчинами. Потому что... Я не живу с двумя мужчинами. Это, наверное, дима, сынок, мой внук, он пришел рассказывать, что я теперь живу с двумя папами. У вас есть во втором браке дети? Нет, пока нет. Вот в чем и проблема-то? А я живу с двумя папами, могу деньги брать у того и у другого. Каким законом вы руководствовались, когда увольняли истца? Вот какая формулировка у вас в приказе? Озвучите еще раз. За моральное поведение. За моральное поведение в быту. Но учитель – это лицо не только бытового, но учитель – это лицо нашей школы. И когда эти обсуждения... Где написано, что соответствует званию учителя, а что не соответствует? Какое поведение соответствует, а какое не соответствует? Вы где вычитали вообще это? Вы же приказ выносите, правильно? Вы должны чем-то руководствоваться. Потому что приказ – это документ, который, естественно, влечет до собой последствия. Какие последствия? Запись трудовой книжки. Ну, это я расценила как аморальное поведение. Скажите, это ваше личное решение? Нет, это не сразу решение я вынесла. Это ваше личное решение или это решение педсовета? Это решение педагогического совета коллектива школы. Представьте мне, пожалуйста, протокол собрания педагогического совета. В начале ко мне поступила жалоба. Я не явилась сама. От кого? Жалоба от родителей, которые жалуются. Разобраться в деталях личной жизни и морального поведения учителя истории Вершининой Анны Ивановны, которая влияет на психику детей своим поведением. Вот, согласно этой жалобе, где подписаны четверо родителей из этого класса. Четверо. То есть четверых родителей заинтересовала личная жизнь вашего учителя по истории. Да она не заинтересовала личная жизнь. Она у всех на показ. Хорошо, скажите, пожалуйста, были ли какие-то другие способы для того, чтобы ситуацию эту разрешить без увольнения? Разобраться в ситуации. Никто и не пытался разбираться. Здравствуйте, Анна Ивановна. Ну как тебе не стыдно? А как не стыдно? Как не пытался разбираться? Я сколько раз к тебе обращалась? Ну не говори ты, не трещи ты на каждом углу, что ты живешь с двумя мужчинами. Я вообще слова не сказала. Я говорила. Помнишь, приходила родительница Маши Петровой с дочкой по поводу новогодних праздников. Пришли к ним в квартиру обговорить. Иногда приходят родители по каким-то, например, передать реферат или что-то еще на консультацию, допустим. Готовятся к какой-то олимпиаде. К домой, к учителю. Да, к домой, к учителю. И там у них семейная идиллия. Не думаешь, что это рядовая ситуация. Двое мужчин сидят на диване, смотрят телевизор. И что в этом такого? Кому какое дело, кто у кого сидит на диване? Ну это дает пищу для нездоровых интересов среди 15-летних подростков. Вам не кажется, что уже времена эти прошли, когда друг на друга люди кляузы писали и подглядывали в замочную скважину? Вот именно. Понимаете, если бы это было просто подглядыванием. Родители обсуждают сами между собой. Но вам не приходило в голову собрать родительское собрание, раз такая неординарная ситуация. Тем более вы член семьи. Она наоборот еще заставила родителей написать заявление на меня. Хорошо, я вас поняла. То есть вы считаете, что увольнение произошло на законных основаниях? Да, я считаю на законных основаниях. Аморальное поведение и несоответствие. Да, в первую очередь я преследую интересы своего родного сына, который связался в эту семью. Вы не преследуете или преследуете? Преследую интересы. Я могу преследовать его от этой женщины. Он что, ребенок? Вот оно что. Хорошо. Передайте, пожалуйста, документы. Он родительный муж мой, между прочим, первый. Муж. Мужей может быть много. 40 лет уже. Мужей может быть много, а сын будет один, которого я выносила, выписала. Он счастлив сам. Хорошо, все, ответчик вас поняла истец. С вашей стороны заявлен свидетель. Да? Свидетель заявлен с вашей стороны? Да, конечно. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны истца. Он сейчас расскажет все, как было. Да он расскажет под твою дудку. Конечно, вот слушайте его. Павлик. Он меня поддержит в первую очередь. Ответчик, вы не забывайте, что вы здесь как представитель учебного заведения. По-моему, вы об этом забыли. Павлик. Абсолютно. У него уже в голове очень известный. Воронец Павел Петрович. Мам, я, конечно, понимаю, что у тебя ранний ребенок. Она не мама у нас здесь. Она у нас здесь ответчик. Она со мной, как курица с яйцом носит, она мне жизнь не дает. Я могу, наконец, это сам, своей жизнью лично сам заняться? Ответчик. Ваша честь, она просто бесит, что у нас, Санька, нет своих детей. А Димку я воспитываю, как родного. Вот и все. Все время этим меня попрекает. Давайте все-таки мы по существу исковых требований. Я по существу и говорю. Это ее просто личная какая-то рендерка. Вы знаете о том, что вашу жену уволили? Вот. Вместо того, чтобы строить позднее. За какое-то аморальное поведение, которое я не понимаю, в чем заключается. Как понять? За какое-то аморальное поведение? Да ты сам участвуешь в этом аморальном поведении. Ты сын. Да к чему я участвуешь? Разуй глаза, да посмотри. Это его квартира, по большому счету, он собственник. Что мне нам его выгонять, что ли? Еще раз. У нас претензий нет. Мы как бы сами все остудили. У вас хорошие отношения? Да, у нас хорошие отношения. С бывшим мужем люблю. Они все любят друг друга. Понимаете, ваша честь? Они все любят друг друга. Что-то плохое. Может быть, вам тоже попробовать полюбить всех? По-моему, тоже. И жизнь станет легче. Она просто освобождает место без своей подруги. Тут удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Брат Игорь отдал мне в долг, потому что мы с ним были в очень хороших отношениях, а Игорь со своим братом был в очень плохих отношениях. Муж и жена легко изменяли друг другу, с кем попало. А вот разделить общее имущество при разводе оказалось значительно сложнее. Женщина утверждает, что зять хочет довести ее до самоубийства, чтобы забрать ее дом. Но забывает рассказать о том, что почти разрушила семью своей дочери. Мам, сколько можно лезть? Не знаю. Сынок, ты подумай, ты понимаешь. Да что, сынок, мам, я уже подумал давно. Если я раньше еще ждала от тебя в руках, а если они сейчас появятся, где гарантия, что это будут твои дети? Да что вы привязываете к тебе в руках? Хорошо садиться. Тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, восстановить истицу на прежней работе, взыскать с ответчика в пользу истицы среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Суд признает увольнение истицы незаконным и обязывает ответчика восстановить ее на прежней работе, так как истица не совершала аморального поступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности. Предоставление права пользования бывшему мужу, отцу своего ребенка в квартире, где он ранее проживал, и в квартире, в которой он является собственником, не является аморальным поступком. Так суд решил и считает, что в этом ничего предосудительного нет. С учетом того обстоятельства, что бывший муж истицы в настоящее время болен и не имеет возможности обеспечить себя каким-либо другим жильем, то данный поступок истицы и членов ее семьи является проявлением человеколюбия, считает суд. Давайте всех, давайте всех. Которое в настоящее время, кстати говоря, стало большой редкостью. Кроме того, если бы семью истицы не устраивало такое положение дел, то я думаю, они самостоятельно, как взрослые люди, приняли бы решение о том, чтобы потрудиться и найти себе какое-то другое жилье. Но, коль скоро, они взрослые люди, и их это устраивает, то я полагаю, что в данном случае с вашей стороны, уважаемый представитель ответчика, в общем-то, проявлена личная заинтересованность в этом деле. Вы в данном случае действовали не как директор и представитель учебного заведения, а как обычная свекровь, которой просто не нравится невестка. И вот в этом причина. Поэтому, конечно же, ваши действия, как директора школы, абсолютно незаконны. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я буду жаловаться вышестоящей организатором. А место занято? Место занято? Увольте. Решение суда. Иск удовлетворить. Я просто счастлива, что я наконец смогу вернуться в школу, вернуться к своей любимой работе, к своим детишкам, по которым я очень-очень соскучилась, что теперь меня никто не будет обвинять в том, что я аморальная. Потому что это просто безобразие было. Наконец-то все получилось так, как я хотела. И я просто счастлива от этого. Если эта учительница истории вернется в мою школу, то я вынуждена из нее уволиться. Аморальное поведение – это не наши критерии. Да это уж я разберусь, ладно? Это суд разберется, ладно? Невероятные истории любви и ненависти. Я не знаю, что я не приду. Признание за гранью фола. Приезжаю, а он там с каким-то другим мужиком. Ты его вообще где нашел? Кто это такой? По следам реальных событий в России, Белоруссии, Казахстане. Она же женщина, огонь, огонь! Как в таком не интересоваться? Смотрите, дела семейные. Сынок, ты чего, дурочок? Долгожданные премьеры. Каждый будний день в 15.00 на нашем телеканале. Иск о расторжении брака удовлетворить. Истец требует развода и раздела имущества. Ответчик выдвигает свои предложения по поводу раздела имущества. Истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу подать иск о разводе своей женой, поскольку она мне была неверна. И также же иск о разделе имущества. И на самом деле я хотел по-мирному решить вопрос с ней. Предложил ей схему раздела. Там все на самом деле очень легко, поскольку у нас и детей нет. Смотрите, мы купили квартиру за 8 миллионов 400 тысяч рублей. Естественно, я предлагаю, так как 2 миллиона 100 тысяч рублей, это были наши с ней совместно заработанные деньги, поделить так. 2 миллиона 100 тысяч – это наши деньги, плюс есть деньги от продажи моей с братом и матерью квартиры в сумме 6 миллионов 300 тысяч рублей. Можно я выйду к доске, покажу вам это все на цифрах? Нарисовать хотите? Да, конечно же. Ну, давайте. Смотрите, 8400 – это была куплена нами квартира. С них 2 миллиона 100 тысяч – это наши совместно с ней денег. Также же было 6 миллионов 300 тысяч рублей – это те деньги, которые от продажи квартиры моего брата и матери. Я был собственником одной из трех долей. Одной третий, да. Две доли, то есть доля матери и брата мне были подарены, так как у них уже они были обеспечены на этот момент жильем. На момент продажи этой квартиры вы были собственником или вы в долях были собственником? В долях был собственником. Мы втроем продавали квартиру. Да, мы втроем продали квартиру в сумме 6 миллионов 300 тысяч рублей. Так. И деньги, вырученные с продажи квартиры, вам ваши родственники подарили? Да, да. Каждый по 2 миллиона 100 тысяч. У меня есть дарственные от брата и от мать. Дарственные денег? Да, дарственные деньги. Денежных средств? Да. Прям договор дарения денежных средств? Да, конечно же. Пожалуйста, представьте. Тебе вообще не стыдно это давать, а в суд? Нет, что мне должно быть стыдно. Господи, с кем я жила? Вот, поэтому я хочу... Вы все нарисовали? Или не все еще? Предложил поделить все по-честному, так как 6300 по факту это были мои деньги. Вот, всем к одному. То есть одну долю истцу, моей бывшей жене, и всем долей мне. Слушай, не треснет, а 7 долей тебе. Так, ответчик. Подождите, пожалуйста. Ну вот, смотрите, все, что было моей женой внесено, это вот наши общие деньги. Это 200, это ее часть получается чуть больше миллиона. Все остальные деньги это мои. Миллион, да, 50 тысяч. Все остальные деньги мои. Я вот зарабатывал эти деньги. Миллион 50 тысяч составляет 1 седьмую, правильно? Да, я хочу поделить, так как все-таки так будет честно. Пожалуйста. Вот, а по поводу машины, там вообще на самом деле все элементарно, просто предельно. Потому что кредит за машину я выплачивал, вот только вот закончил два месяца выплачивать. По сути дела машина моя, но вот по закону один к одному вот уступлю, поделим. Ой, спасибо. Что значит один к одному? 50 процентов моих, 50... То есть вы готовы 50 процентов выплатить компенсацию, правильно? Сколько машина стоит? 700 тысяч. То есть вы готовы на выплату компенсации в размере? 350 тысяч. Хорошо, ответчик, слушаю вас. Ваша честь, на развод я согласна. Более того, я настаиваю сейчас на разводе. Но по разделе имущества у меня есть свои соображения. Слушаю вас. Какие-то бредовые фантазии у тебя. Куда вы побежали-то? Можно я на доске? Извините, пожалуйста, можно на доске? Можно. Господи. Ну вот это все сотрем. Квартира стоила 8 миллионов 400 тысяч. Из которых 2 миллиона 100 тысяч были наши совместные нажитое имущество. Мы вместе их зарабатывали, и это был наш бюджет. Далее. С продажи квартиры 2 миллиона 100 тысяч является собственником этих денег. Собственно, муж Игорь. Плюс 2 миллиона 100 тысяч ему дала мать, второй собственник квартиры. Ну и брат. Мой брат дал деньги мне, а не ему. То есть это 2 миллиона 100 тысяч. Твой брат дал мне эти деньги. И у нас есть... Ответчик выступает, а вы стоите слушать. И у меня есть свидетель в суде, который дал мне эти 2 миллиона 100 тысяч. И я предлагаю разделить квартиру следующим образом. Либо мы делим пополам. То есть... Губа не треснет? Нет, не треснет. Вот эту часть мы отдаем моему мужу, вот эту часть мне. То есть пополам. Либо 5 к 3. Все-таки... Губа треснет у тебя. Нет, не треснет. А про машину я вообще хочу... Пять в трем. Пять в трем. Кому? Кому сколько? Из ЦУ. Пять восьмых и мне три восьмых. Пять восьмых и три восьмых. Ты понимаешь, что ты вот эти все доводы приводишь, это все у тебя на словах. У тебя нет никаких доказательств. Я могу встать на свое место? Да, можете занять свое место. По поводу денег, которые, как вы утверждаете, вам что, подарил брат или дал в долг? Брат дал мне в долг. Брат Игорь отдал мне в долг. Потому что мы были в очень хороших отношениях, а Игорь со своим братом был в очень плохих отношениях. И поэтому я поговорила с его братом, и он дал мне эти деньги. Договор дарения, ваша честь, он липовый. Как это липовый? Что ты такое придумываешь? Ну ладно, давайте. Свидетели у вас, да? Подпись. Свидетель у меня есть. У вас свидетеля, а у вас? Нету. У вас нету. Пожалуйста, слушаем свидетеля-ответчика. Пригласите, пожалуйста. Свидетель-ответчика в Одессе. Я слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Осипов, Осипов Денис Глебович. Что вы можете пояснить по существу спора? Интересует вопрос передачи денежных средств, которые вы выручили после продажи квартиры, которая принадлежала вам. Извините, пожалуйста, это другой свидетель. Он по поводу машины. Это мой брат. У вас сколько свидетелей? У меня два свидетеля. А, предупреждать надо. Хорошо. По поводу машины, пожалуйста. Ваша честь. Ну, на самом деле, эта кабала началась, когда я застукал свою девушку с товарищем истцом. Кого ты застукал? Слушай, что ты его сочинил? Если я ее раз подвез, это еще не значит, что за нас сочинят. Свидетель, давайте по поводу машины. По поводу машины. Да, по поводу машины. Этот человек решил обмануть не только мою сестру, но и всю нашу семью в целом. Потому что три года назад я попросил его взять на себя кредит. Дело в том, что я только школу закончил, не было у меня возможности взять на себя кредит. Не было ни заработка, ни ничего. На работу надо ездить. На общественном транспорте не наездишься. Я же тебе шел на встречу, давал тебе машины ездить. Истец, не мешайте свидетелю давать показать. Поэтому я его просто по-мужски, по-человечески попросил взять на себя кредит. Так. Который я выплачивал 36 месяцев каждый месяц без единой просрочки. Вот у меня есть приходный... Ты платила, подожди. Приходный кассовый... Если я платил, я тебе давал деньги, потому что ты вознес... Истец! Ты как ты смеешь вообще такие вещи говорить, а? Отвечек! Порядок в зале судебного заседания. Еще одно выступление без моего разрешения. И будете оштрафованы. Продолжайте, свидетель. На протяжении 36 месяцев каждый месяц я выплачивал по 20 800 рублей. Вот у меня все 36 приходно-кассовых чеков есть. Ни одной просрочки нету. А кому вы платили-то? Я платил в банк кредит, который он взял на себя, но деньги-то я выплачивал. А, поняла. Мои деньги-то выплачивал. То есть, ответчик, правильно я понимаю, что вы просите исключить автомобиль из раздела? Из раздела имущества, абсолютно нет. Поняла вас. Вы ходатайствуйте, чтобы суд приобщил документы к материалам дела. Пожалуйста, передайте их через судебного пристава. Ваша честь, можно к вам обратиться, просто... Нет, ко мне нельзя обратиться. Я могу к вам обратиться с вопросом, если у меня такой вопрос возникнет. Судебный пристав, пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Второго свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчик, водитель. Вот это, какими судьбами. Такими, дорогой. Сейчас узнаем. Представьтесь, пожалуйста. Анисимов Роман Анатольевич. Кем вы приходитесь ответчику и кем вы приходитесь ИСУ? Я являюсь родным братом Игоря. Вам принадлежала вместе с ИСУ квартира? Да. Мы жили вместе с матерью в одной квартире. По одной трети вам принадлежала, так? Так, как вы продавали квартиру, расскажите мне. И как распорядились денежными средствами? Он здесь утверждает о том, что квартиру, после продажи квартиры, в которой мы жили... Вы подарили ему деньги, он сказал. Да, мы подарили квартиру. А вы что, не дарили ему деньги? Деньги я ему не дарил. И договор о дарении, который он здесь предъявил, является поддельным. Да что надо доказать. Подпись он подделал. То есть вы хотите сказать, что в договоре дарения денежных средств подпись не ваша? Да, подойдите, пожалуйста, ко мне. Ознакомьтесь. Вот договор. Это не вы писали? Нет, это не моя. Это ваша подпись? Нет, это не моя подпись. То есть вы не дарили денежные средства? Нет, я не дарил денежные средства. Займите свое место, пожалуйста. Так, истец, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, кто составлял данный договор? И от матери, и от брата. Они же писали, просто... Они это кто? Брат и мать писали. Брат говорит, что это не он писал. Здесь явно совершенно почерк, вообще больше на женский похож. Маша, если можно экспертизу провести... Можно, но я хочу выяснить обстоятельства. Я сама решу, будем мы экспертизу или не будем экспертизу. Просто лишняя трата времени. Ну, ведь писал... Я очень деловой человек. Хорошо. Кто рукописный текст? Кто заполнял договор? Хорошо, я отказываюсь от этого. Не, меня интересует, кто заполнял. Задаю вам вопрос, отвечайте. Мать заполняла действительно следовательное дело. Мать заполняла оба договора. Давайте от договора... Кто подписал договоры? Мать подписывала? Мать подписывала, хорошо. Свой? Да, да. А этот тоже она подписывала? Давайте его исключим. А почему ты так часто оставил, что? Тебе семь долей. От мати ничего у него не было. Не стыдно вам, истец? Мне что, думаете, заняться больше нечем, чтобы вас на вранье ловить? Нет, я просто не хочу тратить время на эксплуатацию. Балаган какой-то, а? Ну, за сколько тебе лет, а? Своя история об этом всем. А, мать дарила деньги? Я еще хотел... Подождите, мать дарила деньги? Мать дарила, да. Мать дарила. А вы не дарили? А вы их деньги куда дели? Дело в том, что 2 миллиона 100 тысяч, о котором он говорит, это я дал деньги на покупку недвижимости, но я дал не тебе, а я дал Кристине. В долг или подарили? Я тебе подарил. Ну, что ты говоришь? Ваша честь... Что вы, расстраиваетесь, что ли? Радуетесь? Скажите спасибо. Да, не переживай, отдавать ничего не придется тебе. Дело в том, что у нас с ней были очень хорошие отношения, и я ее любил. Я даже догадываюсь, какие у вас отношения. Но дело в том, что... Так сложно сложилось. ...соцентрироваться для принесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да я пойду повешусь, что с такими детьми жить. Ну, мама, ну, смотри. Вообще, вы представляете? Выгонять. Вот чтоб тебе на старости лет, вот чтоб дети твои так же к тебе отнеслись, как я. Супруги считали себя идеальной парой до тех пор, пока в их квартире не появилась теща. Теперь дилемма. Либо развестись, либо избавиться от причины своих проблем. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иска о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Иска о разделе супружеского имущества также удовлетворить, но частично. Признать за супругом право собственности на 5 восьмых доли квартиры. И за супругой, то есть за ответчиком, право собственности на 3 восьмых доли в квартире. Признать за каждым из супругов право собственности на 1-2 долю автомашины. При этом автомобиль оставить в собственности истца и обязать его выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей в пользу ответчицы. Суд расторгает брак между супругами, так как оба супруга на расторжение брака согласны. Соответственно, на основании статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации брак расторгается. Суд производит раздел квартиры и автомашины между супругами, так как и квартира и автомашина были нажиты супругами в период брака. А имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобреталось, является совместной собственностью супругов. И это предусмотрено статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации. При определении размера долей в праве собственности на квартиру суд учел, что на приобретение этого имущества были использованы как личные денежные средства каждого из сторон, так и общие средства. Таким образом, денежные средства, полученные ИСОМ от продажи своей личной доли квартиры в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей, денежные средства, предоставленные лично ему безвозмездно на приобретение квартиры его матерью в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей, являются его личными денежными средствами. И суд это учитывает. Тем более, что данные обстоятельства подтверждаются письменными документами и свидетельскими показаниями. В долевом отношении личные денежные средства супруга в размере 4 миллионов 200 тысяч рублей составляют 1-2 доли от общей стоимости квартиры, которая приобретена за 8 миллионов 400 тысяч рублей. И при подсчете, при учете личных денежных средств супруги, каковыми являются денежные средства, переданные ей лично и безвозмездно братом ИСЦА в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей, и также с учетом половины доли денежных средств, которые были нажиты в браке, это тоже 2 миллиона 100 тысяч рублей, получились вот эти вот доли. Что касается автомобиля, суд производит раздел спорной автомашины между супругами и признает за каждым право собственности на 1-2 доли автомобиля, так как между супругами не был заключен брачный договор, и суд при разделе автомобиля исходит из равенства долей на основании статьи 39, часть 1-й Семейного кодекса Российской Федерации. Суд разъясняет, в данном случае свидетели, что предоставление денежных средств другому лицу для покупки тем лицом на своими имущества, так же, как и предоставление денежных средств другому лицу для исполнения обязательств по кредитному договору, не является основанием для возникновения права собственности на данное имущество у лица, предоставившего денежные средства. Это предусмотрено статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации. Перевожу на русский язык. То, что вы выплачивали кредит за ИСЦА, не дает вам права собственности на данный автомобиль. Вы имеете право теперь требовать половину денежных средств с ИСЦА. А чего вы радуетесь-то? Либо, если вам не хочется выплачивать эти денежные средства, можете передать автомобиль свидетелю. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда Иск удовлетворить частично Придется теперь этой неблагодарной выплачивать и за квартиру, и за машину, несмотря на все эти измены. Я рада, что мы разделили квартиру по моей схеме, хотя 5 долей это ему еще очень много, но это ладно. А по поводу автомобиля мы еще обязательно обратимся и будем добиваться полного возмещения денег. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Скажите ли это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Тестец требует снять с регистрационного учета свою тещу. Ответчик заявляет, что ей негде жить. Так, требуете выселить и снять с регистрационного учета ответчицу, которая является вашей тещей. Так, пожалуйста. Основание. Ваша честь, дело в том, что мы с Ярославой прожили 9 лет. Все у нас было прекрасно, все у нас было замечательно. Ровно до того момента, пока в нашей, в моей квартире не появилась моя теща. Моя теща решила продать свою квартиру в Самаре и купить себе дом поближе к нашему городу. Мы с Ярославой живем в Москве, а теща решила купить дом в Раменках. И на этот момент, пока она выбирает себе дом, она попросила пожить у нас. Я уговорила супруга, то есть на момент, пока выбирается дом, ну месяц-два максимум, чтобы моя мама пожила у нас. А кому квартира принадлежит? Ваша честь, квартира принадлежит мне. Я единственный собственник этой квартиры. Это добрачная квартира или в браке приобретена? Квартира эта приобреталась мною до брака. До брака. Я, конечно же, не хотел не пускать, тем более не прописывать. Но мы обсудили, что буквально это будет на месяц. Она купит себе дом и съедет от нас. Но это уже длится полтора года. Мы всегда думали, что у нас идеальная семья. Но дошло до того, что мы аж пошли в ЗАГС подавать на развод. Мы нашли тещий дом. Все. Мы уже готовы были внести задаток. Но по факту там выявилось, что не в порядке документы. Хорошо. Каждый свой выходной, суббота, воскресенье, я садился на свою машину, за руль, катал ее. Мы искали ей новый дом. Нашли? Нашли мы ей еще дом. Да. Но ее постоянно не устраивало. То цвет крыши, то район. Она сама район выбирала. То есть мы вместе ездили. То ей не нравится там участок, то и вид не нравится. Но в итоге она сама лично выбрала дом, который ее полностью устраивало. Это там поселок, то есть это новый. Но в итоге получается как? Бригаду нанял? Я нанял три бригады. Я поменял три бригады. Первая бригада... Как дом-то купили в результате? Купили дом. А сейчас у меня есть свидетельство о собственности на жилье тещи. Дом у нее есть. Но сейчас она не хочет от нас выезжать. Мотивирует это тем, что она больная. Ей надо постоянно ходить в нашу поликлинику на какие-то процедуры. И вообще, в принципе, ей у нас очень хорошо. Что вот нас это не устраивает. И меня конкретно. Дело в том, что я прихожу... Понимаете, у нас двухкомнатная квартира. Но она достаточно маленькая жилая площадь. И у нас дети ютятся в одной комнатке маленькой. А мы троем живем в другой комнате. Чтобы хоть как-то было роман. Да мы не можем нормально даже семейные отношения исполнять. Потому что супружеский долг. Нам пришлось отгородить с шкафом. А тещи... Поняла вас, истец. Пожалуйста, документы передайте. Пожалуйста, свидетельство. Вот, выгоняют. Родные дети выгоняют, а. Мама, ну, да. Все уже вагоняют. Мама, зачем ты цирку встраиваешь? Лучше вообще я уйду. Уйду от вас к чертовой матери. Вообще уеду, не знаю. Вот к сестре в нефтьюганск. Вот в дом для престарелых пойду. Только вот с ними лишь бы не жить. Мама, ну, хватит цирку врать. Слава, ты во всем виновата. Мама, ты плохая хозяйка. Слава. Мама, ну, когда ты приезжала два раза в год. Вот, у тебя же все устраивали. Вот это происходит каждый день. Каждый день. Я правду говорю. Я говорю правду. Ответчик. Вас, во-первых, еще никто ни о чем не спрашивал. Во-вторых, меня интересует ваше отношение к иску. Вы согласны с исковыми требованиями? Я не согласна. Почему вы не согласны? Дело в том, что вот я больной человек. У меня гипертонический кризис. Понимаете? Вот, вот, у меня есть бумага. У меня часто случается гипертонический кризис. Там, вы понимаете, связь не работает. Так вы дом купили? Купила. Но связь-то там очень плохая связь. А зачем вы купили дом? Почему вы не узнали? Квартиру в Москве. Хороший, хороший, давай, давай, скорее, скорее. Понимаете? У меня что-то случится. Я там умру, и все. И никто не доедет ничего. Я не дочерь, я никому позвонить не могу. Вы понимаете? Сколько вам лет? 63 года. Ну, как вы думаете? Ну, это они меня туда засадили. Я на машине приехала, все нормально. Мама, Раменское, вы говорите, город Раменское? Нет, это рядом, под Раменском, какой-то там новый микрорайон, новый район, где одни дачные поселки. Вы понимаете? Там одни, вот на Вастроке, и одни гастарбайтеры живут. Вы понимаете? Мама, ну не болтай, ты сама все выбирала. Там даже в это, это, ну вот они мне голову, понимаете, затмили. Мама, давай скорее, мама, давай скорее. Ну, конечно, я же мешаю родной дочери. Конечно, да я пойду повешусь, что всякими детям мешать. Ну, мама, ну смотри. Вообще, вы представляете, выгоняешься, чтоб тебе на старости лет, вот, чтоб дети твои так же к тебе отнеслись, как я. Ну, а как ты можешь говорить про нашу семью, то, что наши дети могут спиться? Все, порядок в зале судебного заседания. Передайте, пожалуйста, справочку о состоянии здоровья. Понимаете, я очень больной человек. Я специально попросила ее в эту поликлинику. Вы понимаете, мне там надо... У нас уже больше болезней скоро будет, чем у вас. Я не смогу вдруг удаляйся делать. Прошу всех встать. В следующей программе. Кредит уже моему женек, братина, погасит. Знаете, брат, плохо, это судьба. Чтобы спасти сына от коллекторов, мать продала квартиру. А позже выяснилось, что задолжал не он, а его бывшая жена, которая и не собиралась отдавать долги. Исковое заявление видели? Я... Ну, я дура, да, я дура. Я не посмотрела. Я увидела, что по разводу должна написать. Ответчица... Ну, получается, что так. Мужчина требует развода. Он уверен, что жена должна оплатить половину кредита, взятого на совместную поездку. Но та утверждает, что никуда не ездила. Как все-таки приятно, когда бизнес приносит удовольствие. Да? Приносит удовольствие. Мы с некоторыми клиентами просто общаемся, даже без секса. Муж узнал, что супруга занимается виртуальным сексом за деньги и требует развода. Женщина утверждает, что физически ему не изменяла, а все средства вкладывала в семью. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить частично, прекратить право пользования ответчицы в квартире, которая принадлежит ИСЦУ на праве собственности, но дать срок в течение двух месяцев, два месяца даю вам срок ответчика, чтобы вы переехали в свой дом, который вы приобрели. Суд прекращает право пользования квартиры, так как семейные отношения между ИСЦами и ответчиком прекратились. Существуют в настоящий момент конфликтные отношения. Ответчик и ИСЦ не ведут совместного хозяйства, и у них раздельный бюджет. В соответствии со статьей 31, часть 4 ЖК РФ, за бывшим членом семьи собственника право пользования жилым помещением не сохраняется. Алиментных отношений между ответчиком и ИСЦами не имеется. Поэтому у суда есть основания иск удовлетворить и принять решение о выселении и снятии с регистрационного учета. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я очень люблю свою маму, но жить совместно это просто уже невозможно. Конечно, мы подождем пару месяцев. Самое главное, что эта змея наконец-то уедет от нас. Ну что сказать, родная дочь выгнала из дома, а я все равно буду приезжать, все равно буду говорить. Так жить нельзя. Она грязнули, он алкоголик. Я их научу жить. Прошу всех встать. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Вы включаете и защищаете свое право. Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Долгожданные премьеры с понедельника по пятницу в 15.00 на нашем телеканале. Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь. Я тебе не мать. Да все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманулась. Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь, а ее не было. Субтитры создавал DimaTorzok